Первым делом Игорь Рудаков спустился в подземный переход. Еще недавно здесь пышным цветом цвела незаконная торговля. Теперь в чистом и освещенном коридоре только клетки с животными, которых бесплатно раздает всем желающим самарский приют «Твои друзья». За собой убираем все. Мы всегда-всегда. Чтобы у нас порядок был, потому что вам единственное, кому разрешили, так скажем, в подземный переход. Странного пенсионера, якобы собирающего деньги на издание собственных книг, не беспокоят. А вот подозрительного и явно неадекватного гражданина в свежих ссадинах тут же берут в оборот сотрудники полиции. Следующим пунктом стал мини-рынок на Победе. Администрация района разрешила торговлю. Жители довольны. Говорят, продукты хорошие, дешевые, и рынок никому не мешает. Здесь же торгуют пенсионеры. Очень просят рынок не переносить. Разве что павильоны добавить и выделить отдельные места для дачников. Раньше были пенсионные места. Мы стояли под крышей. Они были официальные. Сейчас, смотри, где сегодня один пенсионер, там другой здесь. Мы разбросаны. Но с нас не берут ни копейки. Нужны дополнительные места для пенсионеров. Да, как бы их выделить. Игорь Рудаков отметил, что торговля организована хорошо. Есть лишь небольшие замечания по благоустройству. Большинство продавцов и закон соблюдает, и чистоту поддерживает. А вот нарушителей, торгующих мясом, просят немедленно покинуть рынок. У вас сказали оттуда уйти, вы здесь на выходе. Сейчас потихонечку все убираете, отдел полиции фиксирует. Я надеюсь, больше мы с вами здесь не встречаемся. Договорились. То есть только в отведенном месте, где положено торговать мясом. Плановым осмотром глава Кировского района остался доволен. Замечания и нарушения зафиксированы. За пару лет район сильно изменился в лучшую сторону. Появились ухоженные газоны, благоустроенные парки и скверы. Новые остановки, да и безопаснее стало. Работы по благоустройству района будут продолжены. Пока мы затрагиваем основные магистрали и видовые улицы Кировского района. Но я думаю, что постепенно мы уйдем и во дворы, посмотрим там ситуацию. Более того, сейчас начинается ремонт внутриквартальных территорий. Мы за средства района приступаем к реализации программы «Двор, в которой мы живем». Очень важно, все эти вопросы при встрече с жителем нам задают жители. И когда с нами идут все руководители профильных комитетов, отделов, все вопросы решаются на месте. Такие рейды районные власти будут проводить регулярно. Планируется, что осматривать район администрация будет еженедельно. Андрей Трой, Станислав Левин, События. Продолжение следует...